Так, решил я поиграть в пое, вот, это тот же ролик, я уже снимал про это видео, это двухнедельная гонка, это безумие или как там, беззаконие, соло. Играю я такой, вижу вот тут уник ларец, и вот тут уник ларец. С одного у меня выпал уник, и с этого ларца вот, раз, два, три, и четыре, четыре уника, я такой что-то подохуел. Не знаю, впервые такое вижу на самом деле, чтобы, можно сказать, это пять уников в минуту. Просто пять уников в минуту. Видите, у меня даже, у меня стоит лут-фильтр, и у меня всё равно весь экран занят. Ахренеть, реально у меня впервые в жизни такое, то есть пять уников в минуту, вот, грубо говоря. Плюс у меня ещё выпал украшенный топор вот сегодня. Вот этот. То есть, можно сказать, что за полчаса шесть уников выпало сюжетки там. Ну, и, ну, шесть уников, это ладно, пять уников в минуту, вот. То есть, это реально охеренно. 75 брони за великий образ. А, знаю, но это фигня. Кстати, вот неплохой, наверное. Омлетик, ремень хороший, кстати. Двуручный топор, но мне не нужен, я хожу с одноручками. Карнавальная маска тоже мне не нужна. То есть, вообще охереть, наверное, из-за у меня впервые в жизни, чтобы... Хотя это не МФ билд, у меня только 17% повышения редкости. Ну, типа, это реально пиздец. Кстати, он мне урона добавит, вот этот, ремень Мегинорда. Но я вот думаю, одевать его или нет. Вот, жирности добавит, хотя у меня и так 963 хп на 31 левеле. Я вот думаю, переодевать. 1039 урона сразу же. Правда, я по резистам чуть-чуть просел, получается. И у меня... Да, просел по резистам. И по статам чуть-чуть у меня вот этот пояс, кожа-змея. Он мне инту давал, ну да ладно. Пиздец, вообще впервые такой лут хороший. Реально у меня впервые такое, чтобы... Два уник ларца, да? Как я сказал уже, чтобы они прям рядом друг с другом стояли. Просто две уник коробки. Рядом. Ну, типа, это реально пиздец. У меня теперь 1183 урона рядом с тотемчиком. И с вестником пепла. Вот, 1183. А, так. 1346 урона, вестник пепла и тотем, когда рядом. Нормально. Для этого уровня достаточно более чем... Очень жёсткий персонаж получился. Типа... Очень жёсткая лига поначалу, когда там всякие бродячие изгнанники до хрена, ещё чего-то. Но сейчас с таким мощным персонажем, как у меня. Типа, вполне с ними я могу расправляться. Так я, походу, не туда пошёл. Сейчас я в храме Солярис. Кстати, надо колечки поподбирать. Вот так. Чётко, чётко. Я ещё подбираю артефакты, где три линги разноцветные связаны. Типа, его продаёшь, цветастик получаешь. Такая херня. Да. Неплохо, неплохо я залутал сегодня. Меня что, поразило? То, что я нечасто просто столько лута реально имею. Меня вот это поразило. Может, конечно, кто МФ Билдом играет, у него всегда столько лута. Но для меня, типа, это реально до хрена. У меня ещё амулет вот уникальный. Притом, уники реально полезные. То есть, я их сразу же одел на себя. Я, короче, буду тотемщиком играть. Сейчас я вот двойной тотем вкачаю. И ворчив одену. Буду бегать. Сейчас как раз я легат агравицы. Я убью, и мне за это дадут двойной тотем. Ой, чуть не продал. Полезную вещь. Так. Вот сюда. Нормально, что. Плюс у меня джевелл выпал. Вот, 15% увеличения физурона. Но мне пока некуда вставить его. Применить. У меня, короче, персонаж очень мощный. Я, получается, задержался на первой сложности. И я очень высокий уровень вкачал. Потому у меня теперь, ну, чересчур высокий уровень. Обычно у меня на четвертой сложности только 31-й левел. Вот. А в данном случае у меня уже почти 32-й. То есть я очень, ну, ранний уровень имею. Ну, в принципе, это хорошо, конечно. Это неплохо. Меньше вероятности рипнуться, наверное. Реально я аж охерел от такого фарма. Ну, ладно. Двойной тотем я не помню. Ну, я его уже могу одеть. Он то ли на 27-м, то ли на 28-м. Можно одевать. Первого уровня. И... Сейчас легатогравиция надо убить. Потому что мне неоткуда это. ССФ. То есть я не могу ни у кого купить. Этот тотем. Этот камешек. Ну и не выпал он мне, к сожалению. Потому вот... Мне придется вот этот квест сейчас выполнять. Убивать легат. Нормальный тип я так разношу. Много маны жрет вот этот скилл. 18 маны стоит раскол. Ультиматулли. Я все равно, типа... Раскол это, конечно, круто. Но я лучше буду играть тотемщиком. Потому что тотемщик как-то поживучее, понадежнее. На самом деле. Как-никак это ближний бой. Все-таки раскол. То есть для хардкора такое себе. Все, в принципе. Теперь я могу получить варчив за квест. Но он мне пока не нужен. Я двойные тотемы пока не вкачивал все равно. Почти ваншоты вот этих вот челиков. На изгнанниках. Почти ваншоты. Очень важно точные удары вкачать. Потому что очень часто промахи будут вот у этого персонажа, у дикаря. Они очень хреново с точностью. Типа по КД. Будет промахиваться. Вот, я точные удары вкачал. Вот. На следующем уровне вот связь с предками. Ап. Ну и будет отлично. Я думаю, наверное, с щитом ходить. Либо с щитом, либо с парным оружием. Ну, я пока точно еще не знаю. Не уверен еще. Вот эти ворцы, это херня. Вот ворец ремесленника можно на самом деле открыть. Это получше вещь. Ну да, не то, что прямо оттуда обязательно что-то четкое выпадет, но... Все равно из ворца ремесленника, как правило, такой дроп получше. Видите, я за три удара убил вот этого уника, который оживлял. Нормально. Ну, этого чилика я скипну, пожалуй. Который тут ошивается. И еще владыку. Я без тотемов убивал Веру, а вот перед владыкой обязательно тотемы надо. По сути, с двумя тотемами в идеале надо уже Веру убивать, но... Это как пойдет по времени. Я просто припозднился с тотемами. В область Вал сейчас зачистил, тоже нормально так. Урона хватает. С тотемами уже, конечно, понадежнее для хардкора. Ко врагам подходить не надо. Найс у меня лагает. Ну ладно. Типа у меня резисты есть, мне не должно особо вот эти молнии дамажить. Иллюзия. Все готов. Отлично. Иллюзия. Отлично. Вот, кстати, показываю персонажа. Кстати, вот этот амулет, возможно, снять можно. Я бы не сказал, что он мне особо нужен. Но пока я в нем похожу. Я прям лицом буду танковать. Мне он ничего не сделает. Я даже колбу прожимать не буду. Просто тотемы обновлять. Изи. Легчайший босс, наверное, в моей жизни. Я бы сказал. Легчайший. Как-то так. Продолжение следует...